Всем добрый вечер. Четверг, 9 часов вечера. С вами Искусство Возможного и я, ее ведущий, Сергей Ильин. Сегодня у нас в гостях научный редактор журнала «Эксперт», известнейший публицист Александр Привалов. Добрый вечер, Александр Николаевич. Здравствуйте, Сергей Ильин. Тема нашей сегодняшней передачи «Политика и эксперты. Экспертное сообщество и власть». И, если позволите, я сразу начну с того, что процитирую недавнюю статью нашего гостя с говорящим названием «О деградации». «Деградировала», говорит Александр Николаевич, не знаю, как сказать, короче, «интеллектуальная структура страны распадается, если не распались простейшие представления о распределенном знании, о том, что во всяком случае должны делать знатоки. Да никому они уже не нужны. Сами слова «независимый эксперт» произносятся все реже и понимается все хуже. Какой же ты эксперт, если начальство поручило готовить бумагу не тебе? Ему поручили, он эксперт. Так, Александр Николаевич, вот зацитировала вашу статью и теперь перейду к преамбуле, нарушая все правила. Само название вашего издательского дома, равно как и то положение, которое вы занимаете в экспертном сообществе, уже как бы подразумевает, что для нашей передачи, для сегодняшней нашей темы вы идеальный гость, даже если не употреблять некогда модные слова «экспертократия». Исходя из этого, хотелось бы вот о чем порассуждать. Как выглядит сейчас роль экспертного сообщества в политике, какой она была раньше, какое место оно должно занимать в идеале и как мы докатились до такой жизни. И, соответственно, вот с учетом той цитаты, которую я привел о деградации, у меня вопрос, Александр Николаевич. Все действительно настолько ли плохо? Напомню, что нас интересуют политические срезы проблемы. Ну, думаю, что все весьма грустно. Настолько ли плохо, мы узнаем, когда наступит следующий этап, если он станет еще хуже, будем говорить, что было не настолько плохо. Ну, то есть пока еще пространство для регресса есть? Пока еще идет бодрый спуск, все в этом смысле хорошо. Мне представляется, что довольно плохо, политические проблемы не обсуждаются вообще. И в этом виноваты, если угодно, все вопросы распределения вины. В этом виноваты само экспертное сообщество, которое не может или не хочет заступиться за себя, как за сообщество. Не может и не хочет добиться, чтобы его голос чего-то весил. В этом виноваты медиа, которые безнадежно опошлили само общественное пространство, которому уже невозможно говорить ни о чем серьезно. В этом виноваты общество, которому глубоко наплевать на это общественное пространство, которое не желает реагировать ни на что, кроме щекотки под боками. Ну, и в этом, безусловно, виновата власть, которая искренне поверила, что взяла Бога за бороду и все дозволено. — Ну, а все-таки, вот вы назвали несколько, так сказать, позиций, где тут причина, где следствие. — Не знаю, не знаю. — Где курица, где яйцо. Или хорошо? — Вот именно, курица и яйцо. Все это вполне себе комплексно. Власть позволила себе перестать выглядывать в окошке, я не знаю, из какого здания, но где находится, из того перестала выглядывать. Ровно потому, что никто этого не требует. Если бы кто-нибудь потребовал, по любому из последних поводов поднялся настоящий шум, ну вот, далеко не ходить. Вот только что залпом из двух стволов убили торговлю. Не всю торговлю, торговлю в малых городах, поселках. Значит, по теперешним законоположениям, которые наша бодрая дума весело приняла, не задумываясь о последствиях, ни пивом, ни табаком нельзя торговать в малых торговых помещениях, менее 50 метров. В Российской Федерации есть десятки тысяч населенных пунктов, где нет торговых помещений в 50 и более метров. Значит, в этих населенных пунктах более не будет законной торговли, потому что без пива и сигарет тамошние магазинчики, безусловно, разорятся. Это во множестве случаев, в тысячах случаях, это означает убийство населенного пункта. Нет на свете человека, который с каким бы то ни было правом назывался бы эксперт, который бы это одобрил. Тем не менее, власть считает себя вправе это пропихивать, не глядя на экспертов. Эксперты не становятся стеной, не вопят, публике все равно. Кто виноват больше? Спросите меня, я не знаю. Слушайте, а вот нет ощущения, что в последнее время эксперты как-то то ли замолкли, то ли заместились. И у нас были какие-то спикеры-эксперты какое-то время тому назад. И вот сейчас их заменяют говорящие головы или из, условно говоря, оппозиционного лагеря, но это ладно, бог с ним. Или же в качестве экспертов выступают очень много говорителей. Сергей Юрьевич, вот на этом самом месте, где вы сказали бог с ним, тут и есть новый фрукт, которого раньше не было. Вот именно это наличие так называемой оппозиции, которая, конечно, никакая не оппозиция фронта. Вот наличие этой фронты и дикая поляризация по оси фронта Путин утащило последние крохи внимания от каких бы то ни было содержательных проблем. Никого не слушают из любопытства, что он типа скажет. Его слушают первые семь секунд, чтобы понять, он за Путина или против Путина. Больше не слушают ничего. Дальше ты рассказываешь, что только что разрешил все неразрешенные проблемы Гильберта. Тебя никто не услышит. Никому не интересен. Для своих ты уже прав, они уже хлопают. Чужие уже сказали, что ты говнюка, и отвернулись. То есть все. То есть правильно ли я понимаю, что если выходит некий человек, то он, условно говоря, в первые же секунды его выступления, те самые семь секунд. Ну семь это я преувеличил. Две. Определяется или как собирательный альбатс, или как собирательный железняк, и дальше, исходя из этого, трактуется. Абсолютно. Но, собственно говоря, проблема в том, что сейчас и выступающие, допустим, если говорить не об оппозиции, а о власти, есть ощущение такое, что вице-спикеры Государственной Думы сейчас полностью заняли место тех спикеров, которые в какой-то момент стали, неважно, членами общественной палаты, депутатами Государственной Думы, кем-то там еще. Но вот, допустим, тот же уважаемый Сергей Александрович Марков, он сначала был экспертом различных ориентаций. Я еще помню фыркал по поводу качества этого эксперта. Господи, знал бы я, что дальше будет. Ни слова не скажу по этому поводу. И вы, я больше не буду. Да видите, какое дело. Беда вот в чем. Действительно, несут с дона и с моря слушать иногда просто стыдно. Происходит это, я не называю единственной причиной, но в частности это происходит потому, что исчезла вот эта самая интеллектуальная структура. Исчезло представление о том, что по всякому вопросу, который стоит называться вопросом, не о сравнительных достоинствах Пугачева и Стаса Михайлова, а по всякому вопросу настоящему, есть специалисты. Вот это впечатление о том, что по всякому вопросу, решать-то, конечно, решай, кому положено, но выслушать надо специалиста. Вот это ощущение кончилось. Вот его больше нет в головах не только у начальства, которое, повторяю, считает себя богоравным. Конечно. Этого ощущения нет в головах публики. Оно искренне не понимает, почему не про всякое дело все верно говорит Альбац или не про всякое дело верно говорит Железняк. Они же крутые, они же хорошо поляризованные. Как же, они же всегда правы. Слушайте, а вам не кажется, что появился еще один такой любопытный срез? Я вообще, честно говоря, не знаю, как его трактовать. Я, как вы, наверное, помните, по образованию градостроитель, урбанист. И, соответственно, вот когда я вижу, как у нас появляются так называемые молодые урбанисты, то есть какие-то непонятные мальчики, которые прочли там парочку книг, я не помню, как фамилия этого человека, совершенно неприлично звучит. Вучек, по-моему, или что-то в этом духе. Вот. То есть нет ощущения, что вот появился какой-то новый класс экспертов, но вот они именно вот такие. Так они потому и эксперты, что нет, не слышно голоса сообщества. Нет, исчезло понятие интеллектуального авторитета. Но исчезло не вчера, это дело давнее. А вот когда, кстати? Ну, по-видимому, окончательное дело ушло с кончиной, ну, например, Сергея Сергеевича Аверинцева, например, Михаила Леонидовича Гаспарова. То есть с кончиной людей, про которые никакая злая собака, ни с какого полюса не посмела бы сказать, что они не понимают в том, о чем говорят. Вот такие люди ведь есть и сейчас. Есть прекрасные специалисты, конечно, не по всем областям знаний, но по очень многим есть прекрасные профессионалы высочайшего класса, ученые и спецы. Исчезло представление о том, что это нужно уважать, что их нужно спросить, а ответ выслушать. Этого представления, повторяю, нет ни у начальников, ни у публики. А есть ли тут какие-то перспективы? Есть. И как они могут выглядеть? Они могут выглядеть примерно так, когда сильно эти старые вешалки, молодые вешалки стукнутся лбом о притолоку, ну, есть шанс, что они начнут смотреть более внимательно. А вы не понимаете, что никто не почувствует этого самого удара? Если всерьез стукнутся, почувствуют. Но они, по-моему, стучатся уже всех, кому не лень. То есть грабли под ногами уже пляшут. Какие грабли под ногами, Сергей Юрьевич, все хорошо. Вы не вполне адекватно оцените, на мой взгляд, ситуацию. Значит, вот прошли эти самые уже 4 года, прошли кризисных. За это время, если я правильно помню недавнюю статистику, за это время реальные доходы населения нашего богоспасаемого отечества, реальные, то есть за вычетом инфляции увеличились то ли на 11 или 12 процентов. Какая притолка? Никто еще ни обо что не стукнулся. То, что страна фактически перестала производить что бы то ни было, кроме сырья, еще никто не осознал как катастрофу. Это катастрофа, но это еще неосознанно. То, что вот эти самые не сдерживаемые экспертным сообществом, не видящие экспертов ни в ком, кроме себя люди, делают по части денежной политики, экономической политики, социальной политики. Это очень часто грубые ошибки, и они будут иметь вполне естественные последствия, потому что Господь Бог из уважения к нашему невежеству не переменит свои вечные законы. То есть, правильно ли я понимаю, у нас остается минута до перерыва, что вот если раньше мы говорили о структурных перекосах, теперь говорить о перекосах в структуре экономики бессмысленно, поскольку... Почему? Вполне смысленно. Уже один сплошной перекос из того, что вы сказали. В общем, да. В общем, да. Значит, недавно замечательный журнал, в котором я имею счастье работать, эксперт, опубликовал чудесную табличку, где было показано, во сколько раз мы в пересчете на сравнимое количество населения производим меньше, по широчайшему спектру товаров, чем все на свете, чем китайцы, понятно, чем американцы, чем французы, чем румыны, чем поляки, чем шведы. Нам же рассказывали, что они все производство спихнули в Китай, нам врали. Так, я прошу меня простить, Александр Николаевич, и на этом довольно малоприятном моменте мы уходим на паузу. Я напомню, что в программе «Искусство возможно» у нас в гостях Александр Николаевич Привалов. Телефон в студии 8495-651099-6. И снова добрый вечер. «Искусство возможно» с вами в студии Сергей Ильин. И у нас в гостях научный редактор журнала «Эксперт» Александр Николаевич Привалов. Я напомню, телефон в студии 8495-651099-6. И мы остановились на Румынии, насколько я помню. Ну, совершенно неважно, кого вспомнить. Просто, ну, еще можно понять, что после краха отечественного машиностроения мы производим станков там в десятки раз меньше, чем немцы или швейцарцы или те же шведы. Мы производим штанов в разы или на порядке меньше всех европейских стран. Сандаликов, табуреточек. Мы ничего не делаем. Не делаем не потому, что мы дико ленивые, мы ленивные примерно как все, потому что ничего делать нам не дают. Потому что такая денежная политика, такая налоговая политика. Так, минуточку. Но есть же, скажем так, я прямо сейчас держу в руках собственный телефон, извиняюсь, недавно купленный, который в принципе считается сделанным отечественным производителем. То есть, понятное дело, что он сделан в Китае. Разумеется, когда я говорю, что мы не делаем ничего, я чуть-чуть гиперболизирую. Ну, кроме того, есть... Самую малость. Мы в разы или в десятки раз делаем меньше любой разумной страны по гигантскому спектру позиций. Гигантскому. То есть, правильно ли я понимаю, что мы во многом сейчас начинаем дублировать, в общем, не в самом хорошем смысле экономику советскую, а именно перекос в сторону товаров группы А, насколько я помню. Вы про экономику советскую будьте добры, сударь, говорите с почтением, вставши на вытяжку. По сравнению с нынешней российской, советская экономика была золотой век. Нет, но я имею в виду... Она была, безусловно, слабо эффективна. Она была жутко перекошена в сторону производства средств производства. Но она производила средства производства, а не одну нефть и сталь. Но мы же танки производим, которые и тогда... Я слышал про это, да. Но, видимо, они как-то не оказывают влияния, как полагается развитому ВПК, они не оказывают влияния на шлейф отрасли. Не будучи средством производства. Нет, ну как, ну по идее, это же некоторым образом локомотив, который дает, ну я уже не знаю, там мультипликатор... Ну вот что-то не дает. Нет, ну как, но... Нет, и потом ведь заметьте себе, что мы только разговариваем о том, что мы будем оживлять ВПК, чему я всячески аплодирую. Но для того, чтобы эти разговоры превратились в дело, надо еще очень много чего поменять. И это должны делать эксперты. Ведь, понимаете, тот жуткий... Вот главная болезнь нашего века, в нашей стране, это радикализм, жуткий радикализм. Всегда газ до упора, тормоз до упора. Никогда ничего не в меру, а это именно потому, что нет экспертов. Эксперт скажет, что газ до упора не надо, потому-то и потому-то. Но эксперт никто не слушает, потому что он балбес, он не нашей партии. Он никто. Он не нашего уряду. Скорее, не нашего уровня. Эксперт потихонечку уходит в люди какого-то, по-моему, второго-третьего сорта. Ну почему? Свои эксперты, они уважаются. Ну так свой эксперт, он прежде... Смотрите себе, когда была довольно такая затянувшаяся, необычно затянувшаяся толкотня в некоторых газетах насчет кандидатуры на пост главы ЦБ. Да. Что произошло, когда кто-то вбросил фамилию Глазьев? Маты. Произошло главное. Народ немедленно ощерился, чтобы Сергея Юрьевича затоптать. Не объяснить, что он там-то или там-то неправ, а просто буквально затоптать. Потому что эксперты — это наши. Это я понимаю. Я не к тому, что Сергей Юрьевич был в чем-то особенно прав, а они в чем-то особенно неправы. До разбирательства дело не доходило. Затоптали сразу табуном. Да. Просто потому что никто, кроме наших, претендовать на такую должность не может. Это наша должность. Это мы здесь эксперты. Вот, собственно, и все. То есть это самая теория лагерей. Я отсюда свирепый радикализм так называемой либеральной политики, которая абсолютно не либеральна. Ну, самоназывающаяся либеральность. Да, да, да. Ведь мы же с вами когда-то слышали, что либерализм происходит от иностранного слова «свобода». Да. Так вот, в результате денежной политики, которую проводят наши либералы, «Свободен в этой стране только тот, кто ее проводит». Все остальные связаны по рукам и ногам диким безденежием. Ну, хорошо. Ну, так и скажите, ребят. Но вы же не говорите. Вы просто говорите, что никто другой не годится не потому, что он другой, а потому что, ну, не годится же. Ну, посмотрите на него. У него морда не такая. Ну, как было сказано моим любимым писателем Пелевином, никакого либерализма в России нет. Либерализм — это же тогда всех сажать придется. Насчет Глазио там есть, на самом деле, любопытный нюанс. Насколько я помню, у него за месяца, за полтора до всех этих событий произошла какая-то совершенно зверская пикировка публичная с господином Чубайсом, в результате чего те, кто из соответствующего лагеря забыли о том, что Глазио надлежит ненавидеть, гнобить и топтать, об этом немедленно вспомнили, и как бы к моменту сообщения его кандидатуры уже были во всеоружии. Я не думаю, что там была причина очередная пикировка с Чубайсом, поскольку было действительно много десятков в прежние годы. Но это именно не да. Вот, я думаю, что это был тот самый доклад, который он якобы сделал по заказу Путина, и который, возможно, Путин прочел, а, возможно, не прочел, где было сказано много катастрофически неприятного о современных наших деятелях. Так нет, он же сейчас, напоминаю, что именно Глазио сейчас формально является экспертом, поскольку его нынешняя должность, насколько я помню, он уже не руководитель Евразийской комиссии, или как там она называется, а помощник или советник Путина, то есть это классический эксперт по идее. Это очень и очень хорошо. Независимо, повторяю от того, что я не во всем согласен Сергею Юрьевичем, независимо от этого, очень хорошо, что кто-то другого уряду будет числиться экспертом, хотя пока этого не очень заметно. То есть правильно ли я понимаю, что независимых экспертов... То есть две проблемы. Проблема первая. Независимых экспертов у нас нет вообще, а зависимые, соответственно, как правило, в каждой конкретной отрасли представлены крайне односторонне. То есть, условно говоря, допустим, это либералы в финансово-макроэкономическом блоке, или, напротив того, условные ястребы, допустим, в блоке, связанном с ОПК. Хотя там тоже есть нюансы. Ну, не так все просто, но я бы все-таки подчеркнул гораздо более печальную вещь, какую по чести независимых экспертов. У нас независимых экспертов действительно очень мало, потому что у нас очень мало независимых людей. Что такое независимый человек? Просто по определению в данном случае, не вообще в житейском, а вот в смысле обсуждения какого-то вопроса. Независимым будет считаться человек, который не получает денег ни от одной из спорящих сторон. Независимых людей в этом простом смысле в России практически нет, потому что деньги в России только у казны и у казенных компаний. Только. Поэтому люди, получающие деньги, только оттуда. Ну, да. Я прошу прощения, у нас звонок в студию. Роман из Москвы. Давайте мы его, может быть, послушаем. Роман, вы нас слышите? Здравствуйте. Вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, во-первых, насколько я понимаю, Глазев, как эксперт, держится там как канал культуры на телевидении. То есть, как только телевидению говорят, что все пошло и плохо, они говорят, ну как же, есть канал культура. Ну, и здесь тоже сплошные эксперты из одного лагеря, когда говорят, что ребята, диктатура, они говорят, ну как же, вот Глазев есть. Это первое. Вот. А второе, о каком либерализме можно говорить? Глазев как эксперт у меня вырубил. Алло, алло. Да, ваш вопрос, пожалуйста. И второе, о каком либерализме можно говорить в России, если, в принципе, сейчас правительство является, на мой взгляд, ставленником транснациональных корпораций, которые абсолютно ни в каком либерализме не заинтересованы. И ни о каком развитии вообще речи быть не может здесь. Вот и все. Надейте на голову. Так, понятно, спасибо. О, включилось. И так, соответственно, вопрос, о каком либерализме может быть речь, если, я напомню вопрос, правительственного ставленника транснациональных корпораций, а Глазев выступает в роли канала культуры. Насчет Глазев канала культуры, это хорошая шутка, спасибо. Вот, насчет того, что правительство у нас от транснациональных корпораций, ребят, мне неинтересно это комментировать. Я небольшой любитель всех этих разговоров. Это не значит, что по ним ничего нет. Про них неинтересно сказать, потому что про них нечего сказать. Вот, а насчет того, что нет либерализма, вот, Сергей Юрьевич процитировал Пелемина, я процитировал своего любимого автора, Николая Семеновича Лескова, покойного, которого в одном месте сказано, нет ни консерваторов у нас, ни либералов, а есть одна деревенская попадья, которая на вопрос, что ты егазишь в Божьем храме, отвечает, что это не Божий храм, а наш с Батюшкой церковь. Вот именно так. Наш с Батюшкой церковь, мы тут начальники, мы тут хозяева какой-то там Божий храм, все в порядке. Вот и ответ на вопрос, кто здесь власть. Тогда у меня возникает сильное желание, соблазн, которого я, пожалуй, удовлетворю, попытаться вместе с вами, Александр Николаевич, заглянуть в не очень давнее прошлое. Вот что мы имеем сейчас, более-менее понятно. Вот хотелось бы понять, вот если посмотрите, последнее десятилетие. Так, у нас гость, еще кто-то звонит в студию, если я правильно понимаю? Юрий, так, давайте переймем еще звоночек, если вы позволите. Юрий, слушаем вас внимательнейшим образом. Здравствуйте. Здравствуйте, это я, да? Да, по-моему, это вы. Добрый вечер. Вот у меня, знаете, вопрос, он касается, ну, напрямую касается темы экспертов, только я, в данном случае, хотел бы спросить о отношении господина Привалова. Кстати, я очень люблю экспертов, единственная, кстати, пресса, которую я читаю, не любимая, а вообще единственная. Вот. Так вот, вопрос у меня такой. Вот давайте мы почитаем биографии таких людей, как, например, Сечин, Шувалов, ну, Набиулина даже. Ведь это же люди, которые, они не то, что, они вообще никогда, ну, вот, например, Сечин, он филолог-ромонист, он вообще никогда до того, как стал, там, грубо говоря, вице-премьером, не был на Буровой. Ну, что у нас, лучше нефтяника не нашлось? Или, например, Шувалов, который не только в госкомпаниях, хоть в каких-то производственных компаниях не работал. Милан Ильич, Шувалов юрист, насколько я помню. Да, он чиновник, прямо с... Он вообще всегда был чиновником. Это не совсем так, насколько я помню. А между тем, это вице-премьер, отвечающий за... Ну, Шувалов довольно долго работал профессиональным юристом. Так в чем вопрос, я не совсем понял. Так вот, вопрос заключается в том, что, ну, это же, ну, полный бред и маразм, когда вот эти вот, ну, как бы, может быть, хорошие семьянины и классные друзья назначаются в такие должности. Спасибо, я понял. Вопрос попробую перефразировать, тем более я задумался, как звучит слово «семьянин» во множественном числе, и, если честно, загрузился в семьянины. Вот он и сказал здесь, наш гость Юрий. Собственно, вот еще один любопытный вопрос. Это не имеет прямого отношения к экспертному сообществу, но может ли человек, который все дорого был филологом, причем филологом в гражданском, а также не только в гражданском, успешно, так сказать, заниматься менеджментом нефти? Или же нет? А разносчик пирожков с собачатиной Сашка Менщиков мог стать светлейшим князем и фельдмаршалом? А певчий из украинского церковного хора Алексея Разумовской? Ну, это не разговор. Нет, ну, честно говоря... Карьеры бывают разные, и никакое исключение не является заведомо фальшивым. Значит, вот человек шел не по той дороге, по которой принято ходить на эту должность, значит, он плохой. Да не значит. Может, хороший, может, плохой, но смотри, что он там делает. Вот. Кроме того, мне совершенно не очевидно, что человек, который будет отвечать за углеводородную отрасль огромной страны, должен непременно пройти через буровую. Вот нет у меня такого ощущения, я в этом совершенно не уверен. Другое дело, что в его распоряжении должны быть высококачественные эксперты, которые и на буровой бывали, и занимались трейдерством международным, которые щупали руками каждую деталь. Такие эксперты у него должны быть, и он должен их слушать. Это да, а сам не обязательно. Совершенно справедливо. То есть топ-менеджер отличается даже от менеджера тем, что главная задача — это кадры. И, кроме всего прочего, я смиренно замечу, если вы позволите, что из присутствующих здесь оба формально работают не по профилю образования. Александр Николаевич, что я помню, и вовсе математика-механика. Поправьте. Нет, никакой не механик, прямо математика. Ну, и мехмат, я имею в виду. А, мехмат, да. Вот. То есть именно что математика. Вовсе не то, что вы, господа, подумали. Итак, я повторяю все-таки свое пожелание обратиться в прошлое. Вот у нас был, ну, я не знаю, как делать разбивку эпох, но условно говоря, поздний совок, условная перестройка, условно ранний Ельцин, не неважно, условный поздний Ельцин, условно молодой Путин, условная эпоха Сурковой, условно то, что мы имеем сейчас. Вот, ну, с какими-то поправками и огромными натяжками мы можем взять такую схему для того, чтобы понять место там экспертов? Сама классификация. Ну, наверное, да. Но видите, какое дело. Тут не так просто будет это столь по мелким периодам расклассифицировать и сказать, где выше, где ниже, потому что вот в том, о чем я больше всего беспокоюсь сейчас, то есть в определении государственной политики, экономической, социальной, разделение не на экспертов и псевдоэкспертов, а на своих и чужих произошло прямо в 91-м году. Но оно произошло даже раньше по существу. Были прорабы перестройки и были абскуранты. И абскурантов как выгнали, так и выгнали. С ними в 91-м, то в 93-м. И уже тогда никакого серьезного разговора по существу не было. Тогда, чем было лучше, чем сейчас, стороны, по крайней мере, высказывались, эти монологи, по крайней мере, кто-то слушал. А потом даже высказывание, в общем, вышло из моды. Причем самое забавное, что тогда было особенно очевидно, что наиболее талантливые, например, экономисты, они оказались в промежутке. Они не пошли. И, соответственно, не удел. Ни в свирепые рыношники, ни в свирепые абскуранты. А вот, например, Юрий Васильевич Еременко, безусловно, великий человек, он оказался абсолютно невостребованным. Ну, вот его ученики помнят, что он тогда говорил и советовал. Но его учеников полтора человека. А страна этого не узнала. То есть, правильно ли я понимаю, кстати, это вопрос, который мне нужно было выделить отдельно, поскольку он специально, и формально это и является темой передачи, на самом-то деле. Но тут мне хочется от нее как раз уйти. Правильно ли я понимаю, что сказанное вами не относится к так называемым экспертам-политологам, поскольку это какая-то полная лже-наука и относиться всерьез к тому, что говорят эти люди в 99% бессмысленно, абсолютно вне зависимости от того, какой лагерь они представляют. Ну, я бы так свиреп не говорил, хотя я присоединяюсь к основному пункту вашей реплики. Конечно, это не наука. Заметьте себе, это не бранные слова. Любовь тоже не наука. Это не значит, что она плохая. Но политология хуже, чем любовь. А наукой не является. Я пробую ли то и другое, поясняю господам слушателю. Нет, просто смотрите, какая ситуация. Дело в том, что если говорить об экономике, вы только что привели пример, как господина Глази торжественно скушали, даже, собственно говоря, без каши и даже без вилки. Нет, просто господину Путину было дано понять, что если ты посмеешь, дорогой ты наш, остановить взгляд на господине Глази, в смысле начальника ЦБ, на полторы секунды дольше, чем надо, тебе грозит обструкция в международном масштабе. Это было показано быстро и четко. Это было услышано. Заметьте себе, я не говорю, что он был бы хорошим председателем ЦБ Глази. Я говорю, что сама эта возможность была исключена. Разговаривать не о чем. Ну да, то есть или обструкция, а то, я не дай бог, дофинистрация. Вот. Но вот любопытный момент. Вот именно в политологической, в политологической, этой самой, так сказать, страте, я сформулирую максимально корректно, имеет место, на первый взгляд, некоторый баланс лагерей. То есть, ну, там уже никак нельзя сказать, что представители либерального дискурса засильничают, ну, разве что в интернетах. Мы наблюдаем совершенно других фигур, потому что, ну, всякие там, ну, я не знаю, господин Шевченко, господин Дальнилин и масса других всяких интересных господ, которые довольно активно сейчас появляются в прессе, они же выступают именно как эксперты-политологи. То есть, там, по крайней мере, вроде как есть некий баланс. Понятно, что все, что находится между двумя лагерями, вытаптывается обеими сторонами. Это замечательно, и это очень хорошо. Я искренне рад за них обоих. Дай им Бог всякого добра, но для того, чтобы я разделил вашу радость по поводу того, что вот есть некая сфера, где экспертов слушают. Я разве говорил про радость? Ну, хорошо, ваше ощущение, что есть некая сфера, где экспертов слушают. Я бы просил вас указать мне один, один экземпляр, один пример того, как кто-то из них что-то посоветовал, это было сделано. Видите ли, одно дело шумовой фон. Это замечательно. Другое дело действительно экспертная работа. Вот мы разобрались в таком-то вопросе, мы видим, что есть три варианта. Плохой, очень плохой, терпимый. Вот смотрите, господа начальники, господа публика, вот так дело обстоит. И кто-то посмотрел и действительно выбрал тот, который они сказали терпимый. Вот один вам мне такой пример покажется, я буду счастлив. А я вам его не приведу и по одной простой причине. Дело в том, что, если я правильно понимаю, у нас налицо довольно любопытно филологически, не побоюсь этого слова, казус. Дело в том, что у нас слова, на мой взгляд, может быть, вы меня поправите, эксперт и экспертиза не являются однокоренными в целом ряде случаев. Понимаете, к сожалению, да. Вот. И дело в том, что экспертов полно, а экспертизы действительно не наблюдаются. Ученых много, умных мало, знакомых тьма, а друга нет. Все правильно. То есть проблема в том, что эксперт это у нас, как правило, говорящая голова, а говорящая голова, со всей стороны, это эксперт. А человек, который проводит экспертизу, это условно говоря, насколько я могу судить, опять-таки, поправьте меня, если я ошибаюсь, это ученый, он кабинетный человек, он не говорит, естественно, что не говорит, поскольку он и права голоса не имеет. Причем тут, опять-таки, причина и следствие, например, одинаковая. Он не говорит, потому что у него нет права голоса, и у него нет права голоса, потому что он не говорит. Нет на территории Российской Федерации ни одного организма, у которого нет права голоса. У нас Конституция гарантирует. Нет, я имею в виду не де юра, а де факто. А де факто, вот тут на самом деле вот в чем проблема. Его никто слушать не хочет. Потому что вы обратите внимание на то, что хотят слушать. Очень немногие люди в стране вообще готовы слушать, читать, размышлять о вещах социально-политического устройства жизни. Совсем немного этих людей, не знаю сколько, но уж точно не больше, чем сотни тысяч. И посмотрите, чем они заняты. Можете любить и не любить Пусси Райт, можете любить и не любить Часы и Патриарха. Вот они заняты вот этим. И высказаться, например, о том надо ли бороться с табаком так свирепо, чтобы убить пол России, чтобы забить, ногами забить десятки тысяч населенных пунктов, это не обсуждается, потому что не успевают вставить в разговоры о Пусси Райт. Никто не успевает этого слушать, никто не хочет этого слушать. А кстати, вот вопрос уже конкретно, а вот вы не боитесь, что, ну ладно, мы там говорили о магазинах меньше 50 метров, но если начнут антитабачное законодательство вводить в маленьких населенных пунктах, в деревнях, допустим, я уже даже не знаю, может поселок городского типа, не получится ли так, что умные власти мощи, в особенности представители правоохранительных органов, будут просто исходить с того, что суровость законов сопровождается необязательностью их исполнения, а глупым парочку раз просто пустят красного петуха. Сергей Ильич, господи, ну о чем мы с вами говорим? Мы здесь не первый год живем в этой державе. Ну, разумеется, все это обернется волной взяток, но вы не очень отдаете себе отчет в последствиях этой волны взяток. Дело в том, что люди, которые торгуют в маленьких магазинчиках, в селах и поселках, они находятся на почти нулевой рентабельности. Возрастание взяток, связанное вот с этим, а это будет серьезное возрастание, потому что это вам не дымоход непрочищенный, это ты в принципе жить права не имеешь, а я тебе разрешаю. Это взятка большая. Так вот эти взятки, их убьют точно так же, как прямой запрет. А я, кстати, не в курсе, любопытный вопрос. А вот совсем маленьких населенных внутренних, нет ли такого общего, так сказать, момента, что, условно говоря, единственный магазин гарантированно владеет брат председателя сельсовета? Не знаю, думаю, что что-нибудь подобное всегда есть, но это никак не спасет, потому что, ну, все равно будут приезжать люди с району, будут приезжать люди с области. Ну, это же очевидно. Если, если можно драть лишнюю шкуру, ее будут драть. И это смерть. Точно так же, как вот сейчас, за последние четыре или пять лет, то ли 25, то ли 30 тысяч сельских школ закрыто. В большинстве случаев это смерть соответствующих населенных пунктов. Ну, населенные пункты, похоже, вымирают и без этого. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Нет. Поскольку я немножко занимаюсь образованием последние годы, это, может быть, самое страшное сейчас происходит в стране, то, что происходит с ее образованием. Я прекрасно знаю, что люди лучше учреждений, люди, которые работают в школах и в сельских, в частности, они лучше, чем Минобор. Понятно. И работали лучше. И были живые школы, были хорошие школы. Они не попадали то под один, то под другой придуманный параметр. Они погибали от параметра. Параграф душит, как сказано, ущедренно. Ну, вот. Вот он и душит. Хотя, конечно, были поселки, поселения, которые померли сами. Конечно, конечно. Вот. Скажите мне, пожалуйста, а вот человек, который объясняет народу действия властей, это вообще говоря, эксперт или это какая-то другая профессия? И если да, то как она называется? Потому что у меня в последнее время ощущение, что эксперт это человек, который выступает на радио и телевидении, и говорит, что было сделано вот это, это и это. И это, конечно же, было сделано потому-то. И, возможно, это приведет к тому-то. Ну, видите ли, действительно, это называется вот в рамках той отрасли, где мы сейчас с вами находимся, в рамках масс-медиа, конечно, эта роль называется ролью эксперта. Но в том смысле, которым я больше всего печалуюсь, я печалуюсь не о нехватке таких ребят. А это кто? Это вообще кто таких? Можем вообще называть экспертами? Или только в том случае, если они кроме этого делают что-то еще? Чрезвычайно желательно, чтобы они знали, о чем говорят. Потому что, видите ли, тут ведь какое дело? Это очень несложная профессия. Значит, люди, которые по собственной воле, или так жизнь сложилась, что вот несколько лет подряд читают и слушают все эти бла-бла-бла, экспертоподобные, политологически подобные, они их сами могут производить ничуть не хуже. И поэтому желательно было бы, чтобы эти бла-бла-бла издавали люди, которые что-то делают ручками, которые вот какие-то проблемы решают сами. Так, я хочу уточнить для наших слушателей, вы имеете в виду ручками, условно говоря, не то, чтобы там обтесывали металл и дерево. Если они обтесывали металл и дерево, пусть об этом и высказываются. Чтобы они решали какие-то проблемы. То есть, если я градостроитель, то я должен хотя бы уметь написать градостроительную записку, ТЭВ и так далее. Например, если ты, значит, социолог, чтобы проводил полевые и иные исследования. И умел их общитывать. Да, чтобы ты чем-то занимался сам, чтобы ты имел свои результаты, за которые ты отвечаешь шкурой, и потому некоторый кругозор вокруг своей темы. Вот тогда да, говори, конечно. То есть в этом случае у нас меньше шансов на пустословие, а сейчас, судя по всему, по большому счету это... Да и в этом, на самом деле, в этом, вот если говорить именно об этом, только об этом, ничего особенно страшного нет. Ну, великая беда, что выпьют лишние мужчины. Ну, немножко лишних слов произнесут. Ничего страшного. Печально не то, что произносят лишние. Печально то, что не произносят необходимых. И печально то, что никто не просит необходимых. Никто не просит. Не просто кричать, что, а, Путин опять сделал какую-то кровавую жидочекистскую хрень. или, наоборот, Путин опять поднял Россию с колен, никто не просит объяснить, что происходит с точки зрения реального знания. Не подобие политологическим речам, которые говорящий слышал вчера и позавчера, а реального знания. Я говорю, что рентабельность торговой точки населения такая-то. Я говорю, что при изъятии из нее пива и табакана такая-то. Прошу прощения, мы уходим на наш последний перерыв, и мы вернемся к нам буквально через минуту. Еще раз добрый вечер. Последние 15 минут нашей передачи. Я напомню, что мы беседуем с Александром Николаевичем Приваловым и телефон в студии 8495-6510-996. Александр Николаевич, вот какой вопрос. Правильно ли я понимаю, что нормальный эксперт, по идее, это тот, кто может, в зависимости от обстоятельств, общаться с населением, с слушателями, зрителями и рассказывать им, как оно все происходит на самом деле, но это его как бы общественная нагрузка, условно говоря. А основная же его нагрузка, это именно экспертиза, то есть, грубо говоря, разработка решений для государственных институтов, власти, как угодно. Вовсе не обязательно. Но дело в том, что не могут все люди, которые что-то понимают в своем деле и своим делом занимаются, не могут они все быть одновременно на подряде у власти. Кто-то занимается другими делами. Нет, ну подряд у власти, это же понятие достаточно относительное. Опять-таки, если мы отходим от политики к экономике, ну какой-нибудь действительно эксперт в нефтянке, условно говоря, или в морских перевозках. Ну, эксперт в нефтянке может работать на Лукойл, он может работать на Роснефть, он может работать на ТНК-БП, в конце концов. Да, разумеется. Вот, там есть масса вариантов. Он, в конце концов, может работать в исследовательском институте, который получает заказы от трейдеров, например. Сервисная компания. Не важно. Важно, что он работает руками, он отвечает на какие-то вопросы профессионально. А почему таких людей все меньше и меньше мы слышим и видим? А их меньше и меньше, или мы их меньше видим и слышим? В нефтянке их не меньше. Ах, нет, а в целом? В целом их становится меньше по довольно простой причине. Убита, не знаю кем, умерла убита, абсолютно исчезла солидарность. Нет солидарности ученых, нет солидарности экспертного сообщества. Ведь это же совершенно анекдотично. Вот когда началась государственная кампания по закрытию так называемых неэффективных вузов, когда Филфак Московского университета опубликовал воззвание насчет того, что Минобор сознательно душит гуманитарное образование в стране. Это же посмотреть было приятно, как люди отреагировали. Отреагировали все так. Ну, конечно, все, что они там написали в этом протесте, почти все, что направили. Но мы же не можем с ними вместе, они плохие. Вот этот когда-то выгнал меня с работы, а взял какого-то своего племянника, а вот этот написал диссертацию про партийную организацию. Нет элементарной солидарности даже в шкурных вопросах. Вот сейчас Минобор честно, откровенно, ни от кого не скрывается, сообщил. За ближайшие пять лет он сократит число вузовских преподавателей на 44%. Если при такой угрозе вузовское сообщество не встает стеной, значит нет сообщества. Оно не встает стеной, значит нет сообщества. Некому заступиться за хороших, побронить плохих. Нет авторитетного голоса. Ну, вот и смотрите, что получается. Так, у нас сейчас слушатель с довольно неожиданным вопросом. Сейчас мы его подключим. Здравствуйте, Владимир. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Вопрос по Александру Николаевичу. Вы одновременно выступали на Маяке, очень интересные вечерние передачи были. Вы как-то выступаете еще сейчас в таком качестве? Нет, это прекратилось, по-моему, в седьмом году. Да, да, вот там тоже эксперты, видать, появились. И вас старались... Нет у вас. Ну, там же резко переформатировали Маяк, туда же пришли эти самые два притопа, три прихлопа. Ну, наверное, были свои соображения. То есть вас нигде нет ни в каком, ни в УКВ, ни нет у вас. Ну, я иногда... Ну, зачем я буду себя рекламировать? Где-то спорадически появляюсь, но вот так, как на Маяке, нет, не было такого больше. Понял. Жалко. Увы. Спасибо. Ну, собственно, возвращаясь к нашей беседе до эфира. Вот. Слушайте, а вот все-таки когда все это умерло, грубо говоря? Да нет, стоп. Пока еще ничего не умерло, пока все только помирает. Ну, вот, видимо, тогда, когда... Когда метастазы пошли, вот скажем. Нет, когда страшный удар понесла вся, хотите, назовите это дело интеллигенции, хотите образовательное, хотите что. Вот этот страшный удар 90-х годов, в пыль разбивший для большинства материальную и для всех статусную часть самоуважения, это очень тяжело переживалось. Просто сейчас это уже трудно вспомнить, какая была бездна нищеты перед недавно сравнительно уважаемыми кругами научно-технической интеллигенции, преподавателей, врачей. То есть вы имеете в виду именно историю, когда профессор идет торговать трусами на рынок? Да, и причем делает это заведомо хуже, чем хабалка, которая стоит рядом. О, да. Вот. И, значит, вот это на самом деле был страшный удар. У нас была катастрофа, естественно. И после нее, видимо, что-то не выправилось. Может быть, пока не выправилось. Слушайте, ну вот появились люди, которые, условно говоря, в 91-м году еще ходили в ясли, а сейчас уже именуют себя урбанистами. Я как бы два раза стучу по крышке гроба. Вот, они уже, их этот психологический перелом, по идее, не застал. Ну да, может быть, они более наглые, у них нет этого страха. Не в этом дело. Они уже выросли в ситуации, когда, я не хочу сказать, что в советские времена была такая жесткая солидарность. Как раз нет. В советские времена были характерны тем, что все сидели по норкам в основном. А там был порядок, который не требовал, может быть, солидарности. Ну как и требовал. Компенсировал, как ни странно. Иногда требовал, и, в общем, солидарность на каком-то уровне проявлялась. Значит, вышибить по личной неприязни человека из научного института было нельзя. Практически нельзя. Было очень трудно. Ну... Делали, нет, люди делали. Аморальное поведение преимущественно. Когда очень нужно, делали. Но это было трудно, потому что коллектив сопротивлялся. Сейчас коллектив сопротивляется ни против чего, как правило. Любой коллектив ядовито замечают. Да, да, да. И вот это в каком-то смысле не есть следствие вот сегодня испытываемых бедствий. Это следствие того, что вот те молодые люди, о которых вы выросли, о которых вы говорите, они выросли в атмосфере неуважения к этой публике и этой публике друг к другу. Ну вот, собственно, и все. То есть не все, но это один из важнейших факторов. Слушайте, я все-таки пытаюсь проследить, так сказать, динамику. То есть, ну ладно, страшный удар 91-го года, сегодня ты профессор, а завтра по Сорокину, ну, даже неудобно говорить, что. Да. Вот. А, то есть что, и дальше, грубо говоря, вот все идет по прямой? Да нет, конечно, ничего в этом мире не идет по прямой. В частности, все очень зависит от лидирующих заказчиков. Вот в сфере общественных вещей, общественно-политических, социальных, заказчики очень разные. Вот заказчик был в предыдущей эпохе Владислав Сурков, сейчас господин Володин. Вот совершенно очевидно, что у них разные взгляды на ту публику, которой они заказывают. Это же очевидно. Собственно, я полпередачи наш уважаемый гостик к этому подталкивал, а он неожиданно взял и подтолкнулся сам. А что я? Я просто не хотел говорить очевидное. Ну да, это так. Просто видите, какое дело. Если правильно устроена интеллектуальная структура, если есть, ну, по размерам нашей страны надо говорить не о десятках, если есть сотни центров интеллекта, которые работают на разные заказы, которые критикуют друг друга, знают друг другу цену, поддерживают друг друга, когда их несправедливо обижают, посади там Спинозу на месте Суркова-Володина, посади там последнего дебила. Да, что-то изменится, но принципиально уровень не поменяется. И сам тот факт, что от личных качеств одного заказчика существенно зависит атмосфера в экспертном сообществе, на мой взгляд, пока же сообщества нет. Понятно. Так, у нас звонок Дмитрия Москва. Насколько я понимаю, Дмитрий, слушаем вас в эфире. Какой ваш вопрос? Добрый вечер. Добрый вечер. Может быть, не вопрос, а больше репликты и очень интересный комментарий вашего сегодняшнего уважаемого гостя. За то, что я доцент одного из ведущих московских технических вузов, и, в общем-то, строительство начало больше 10 лет назад. В 90-е годы я был студентом, хотя студентом таким был. Ну, в общем, не суть. Я понимал, что происходит на кафедре нашей, я понимал, что происходит вообще в нашей отрасли. И понятно было, что не хватает, то есть, ну, по крайней мере, технический вуз, да, не хватает связи между нашей высшей школой и промышленными предприятиями. Ну, потому что это было никому не надо, как бы, да, и денег не было. Ну, к примеру, скажу, мы тогда общались с коллегами из Мюнхена, да, то есть у них где-то на 70% бюджет состоял из хозрасчетных договоров. И только 30% состоял из бюджетного финансирования. У нас в обратной ситуации даже сегодня эти договора, которые мы считаем хозрасчетными, условно, это так или иначе бюджетные деньги. Так я же сегодня говорил, что деньги есть только у казны, конечно. Ну, вот не соглашусь с вами, все-таки есть оборонно-ориентированные предприятия, которые тоже государственные во многом. Прямо из казны или через один передачный элемент из казны? Все-таки те предприятия, которые ориентированы на, допустим, и на заказчика, да, то есть у них все-таки есть... Министерство обороны, например. Да, да. Министерство обороны, да. Вот, они готовы с нами общаться и сотрудничать, но дело в том, что вот в вузах технически сохраняется такая достаточно большая прослойка, да, то есть очень инерционная, которая там, ну, которая не может, скажем так, составить конкуренцию, допустим, с какими-то импортными компаниями, которые готовы для этих наших оборонных заводов решать вот эти инженерные проблемы. Вот, и как бы с этим быть, честно говоря, я не знаю. Ну, эту проблемку господа Ливанов и его ребята решат в ближайшие полтора года, может не беспокоиться. Другое дело, что у меня нет ни малейшей уверенности, что сокращая число вузовских преподавателей, вузовских ученых на 44%, они сократят именно наименее способных, ну, тут я ничем не могу вам помочь. Значит, они это делают вас не спрашивая, вы молчите. У меня к вам немножко неожиданный вопрос. Дело в том, что, ну, с техническим вузами все понятно и грустно, вот меня интересует такой момент, как будущие выпускники гуманитарных вузов, да, будущие эксперты по гуманитарным наукам. Дело в том, что у меня год-два назад была забавная ситуация, я помогал отпрыску писать курсовую работу. И я полез читать, как все-таки некоторым образом эконом-географ по образованию, что там пишут социально-экономические географы в просвещенных Соединенных Штатах и просвещенной Великобритании. Честно говоря, остаток волос у меня на голове встал дыбом, поскольку, ну, тема, сколько процентов валийцев говорят не только на английском, но еще и на валийском, два процента или три процента, это еще туда-сюда. А вот процент соотношения, вернее, корреляции между уровнем демократии и уровнем толерантности к гейменьшинствам в части их представления в политике в каком-то там американском городе, я не помню, это что-то ужасно. Слушайте, вот что у нас в этом плане будет? То же самое. Видите ли, какое дело. Тут это очень сложный процесс, и за, там, не знаю, полторы или две минуты, которые вам дадите для ответа на этот вопрос, я вам ничего внятного не скажу. Но то, что гуманитарное образование должно быть по масштабам остроизбыточным, это совершенно очевидно. Разумеется, значительная часть так называемых ученых в этих науках социальных, политических, занимается черт знает чем. Разумеется, значительная часть студентов ничему особенно важному не учатся. Но само наличие значительной прослойки людей, которые о таких вещах думают, оно не дает обществу одичать. Это будет сваливаться в других странах, у нас это будет сваливаться быстро. Потому что вот госзаказ на приемно-бюджетные места в ВУЗе будущего года уже показывает резкое сокращение по всем гуманитарным линиям. Ну, то есть на юристов и маркетологов, и прочие модные специальности в Торосу Пал, а культурологов... Самое забавное, что юристов так называемых и экономистов так называемых по-прежнему собираются печь как блинов на масляницу. Которые абсолютно не востребованы, поскольку их уже с таким избытком напекли. Прежде всего, очень дурны. Сие правда. В основном. Вот. Ну вот, тем не менее, этого будет много. А вот учителей, например, будет резко меньше. Вот. Даже при том, что господа учителя сейчас вроде как потихонечку начинают получать какие-то более-менее ощутимые деньги. Ну, а тут же теперь новая теория. Мы с вами сваливаемся в мое любимое образование. Уж извините. А я уже... Тут же новая теория, что не надо готовить учителей. Это же неправильно. Когда мы готовим учителей физики, говорят нам большие знатоки из Минобра, мы же готовим просто плохого физика. Кому нахрен нужен плохой физик? Надо готовить хорошего физика и зазывать его в школу. Что учитель — это отдельная профессия. Причем профессия очень технологическая. Там хороший учитель имеет на кончиках пальцев сотни педагогических приемов. Средние — десятки. Откуда их возьмет физик? То есть психология, работа с людьми, а физик, математик вполне может быть каким-то сугубым интровертом, который не то что к детям, а вообще к людям пускать нельзя. Нет, есть замечательный пример. Берельмана, что ли, в педагогии? Был супервеликий ученый, супервеликий математик Андрей Николаевич Калмагоров, который на закате лет заинтересовался школьной математикой, очень серьезно ей занялся, и имел очень средние успехи. Это сам Калмагоров, это Ломоносов нашего времени. Уж куда бы дальше. А вы хотите просто математиков, просто физиков посылать. При том, что Калмагоров естественнейшим образом как раз-таки очень даже имел опыт общения с младшим поколением. У него был гигантский преподавательский опыт на других стадиях. А школьного не было. А теперь мы просто берем обычную кабинетную физику выпускника, возможно, гения. Повторюсь, крайнюю интервью. Но я еще раз повторяю, давайте гения Перельмана отправим в школу к детям. Дети убегут, я думаю, в ужасе. Я думаю, что Перельман бежит первый. Но он может не заметить, что вокруг него дети. Так что тут есть некоторые шансы. Вот. Слушайте, а вот я возвращаюсь к теме нескольких способов общения власти с экспертами. А вы, кстати, уверены, что методы изменились? Идеология изменилась, это понятно. То есть нам бы чего попроще. Отношение к эксперту как к персоне. Неужели так уж сильно? У нас еще больше, чем было и упало, скажем так. Без сомнения. Без сомнения. И именно потому, что нет отпора. Откуда отпор? Тут-то поляну заасфальтировали сначала в 91-м. Отпора именно экспертного отпора. Это старинный анекдот. Мне доктор сказал, что нельзя из Сацеви, я ему дал 100 рублей, он разрешил. Вот с экспертами сейчас отношения такие. Мне говорят, что этого не надо, я на него посмотрел грозно, сказал, ладно, ладно, давайте, давайте. Или выгнул и позвал другого эксперта, который сказал, не только можно, но и обязательно. Не надо выгонять, тебе и этот скажет. Ну это же нехорошо, это же неправильно. Это отсутствие самоуважения. А происходит оно в значительной мере от того, что нам с вами, публике, на все это наплевать. И что с этим делать? И главное, кому с этим делать? Ну я бы предложил начать перестройку себя, как известно. Может, четверть век этим занимаемся. Вот. И каждый раз удачи. Сергей Юрьевич, у меня нет рецептов. Ни в одной серьезной комплексной проблеме нет хвостика, за который дернул, все решилось. Хвостики везде. Начинать надо со всех сторон. Но пока никто не начинает ни с одной. То есть, если я правильно помню, мы в начале передачи задали вопрос, что раньше, курица или яйцо, то есть невостребованность или деградация. И сейчас мы имеем то же самое, поскольку непонятен, вернее, диагноз, вернее, я не понимаю, как это называется, не диагноз, а вот то, что сразу пишут по прибытию, а анамнез, по-моему. Анамнез. Вот анамнез более-менее понятен, диагноз понятен в меньшей степени, соответственно, непонятно, что делать с лечением. То есть, мы видим, что больной плюется кровью и так далее, а вот какие именно органы у него повреждены, непонятно, судя по всему, все. — Хорошие, веселые, вы слова говорите. Да не беспокойтесь. Был такой великий фильм «Белорусский вокзал», и когда вот там ребята попали в ткутузку, безвинно, наши фронтовики, покойный Глазырин, директор завода, страшно нервничает, говорит, в более глупейшем, более дурацком положении никогда не был. Покойный Леонов слесарь ему говорит, да брось, был ты и в более глупейшем, и в более дурацком. Ситуации были и хуже. Когда-то выбрались, может, и сейчас выберемся. — Ну, тогда вот, исходя из этого, напоследок хотелось бы обсудить. А есть ли нечто такое, что вот в нынешней достаточно мрачно, видимо, все-таки не беспросветной ситуации, мы можем назвать хорошим, и вот как-то это дело, во-первых, сообщить слушателям, чтобы они совсем же не полезли в петлю после того, как мы уйдем из эфира. — Если бы слушатели лазили в петли из-за иронной передачи... — Ой. — Ну, как, известная история с Романом Уэллсом «Война и миров». — Ну, вот разве что. Это было давно, вообще, были легковерны. Сейчас бы все было в порядке. — То есть, правильно ли я понял, что на мою просьбу, скажите, Александр Николаевич, ну, хоть что-нибудь хорошее, вы ответили глубоким невежеством? — Ну, видите, это мой любимый афоризм последних месяцев. Не то плохо, что есть плохие новости, то плохо, что нет хороших. — Хорошо. Давайте так. Вот сменился один человек, задам конкретный вопрос во власти, изменилось отношение к экспертному сообществу с очень плохого, условно говоря, на чудовищное. Чисто теоретически. А возможно ли какие-то обратные замены? Или вот там-то уж точно отрицательная селекция, и просто было бы совсем странно чего-либо ждать? — Я думаю, что... Просто я не вхожь туда, поэтому я могу только гадать. Я думаю, что тут вы сейчас пытаетесь выдать вторичное за первичное. Не потому произошли перемены, что заменились фигуры, а фигуры заменились потому, что произошли перемены. Принято некие политические решения. Политические решения потребовали людей, которые адекватны для их воплощения. — И эти люди немедленно появились, я правильно понимаю? — А, страна большая. Мне трудно себе представить политическое решение, которое, в принципе, возможно, под которое не нашлись бы исполнители. Не вопрос. — И, соответственно, грубо говоря, исполнители узкопоставлены довольно легко выстраивают под собой такой мини-вертикаль, в которой, соответственно, появляются и люди, которых предлагается называть экспертом. — Поскольку, опять же, во-первых, нет конкуренции, только у них и есть деньги у этих заказчиков. У центральных заказчиков есть деньги, больше ни у кого нет. — Ну, это я бы поспорил... — Я упрощаю. Для краткости. А, во-вторых, нет общественного мнения, которое запрещает называть черное-белым даже за гонорар. — А общественное мнение... То есть его нет вообще или именно... — Его нет вообще, потому что оно, повторяю, интересуется только одним. Альбац ли ты? Мы с вами это вначале обсуждали. — Ну, или обратная сторона. — Железняк ли ты? — Железняк ли ты, да. Больше никого ничего не интересует. — То есть деньги есть у власти, условные альбацы... — У власти и у друзей власти, так, короче. — При том, что альбац и железняк зачастую оказываются, ну, не то чтобы одними и теми же людьми, но... — Вы знаете, бывает и одними и теми же, но все-таки это вырожденный случай. Мы его не будем рассматривать. — Я понимаю. Ну что же, огромное спасибо. Я напомню, что мы сегодня обсуждали с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым ситуацию в отношении экспертного сообщества и власти, экспертного сообщества и политики. Пришли, насколько я могу судить, к не очень радостным выводам, но тут уж и называется, чем богаты, тем и рады. И если вы не верите мне и даже не верите Александру Николаевичу, обернитесь вокруг, послушайте и подумайте, насколько все это соответствует истине. И на этом мы заканчиваем сегодня программу «Искусство возможного». Я напомню, с вами были Сергей Ильин, и в гостях у нас был Александр Привалов. До встречи через неделю.